Сказка в сказке. Глава вторая. Баба Яга. Наша бабушка Яга, ныне старая корга, Тоже привлекала взгляд лет четыреста назад, А звалася Ягодкой, спелою и сладенькой. Много было ухажеров на красу ее стажеров, И заезжих, и своих, кавалеров молодых. И один ее пленил песней и гитарою, С ним уехать убедил он свою желанную ягодку румяную. Стали жить они в краю теплом и красивом, И, казалось, будет жизнь долгой и счастливой. Как-то утром на заре трубы заиграли, О начавшейся войне все вокруг узнали. Поголовно всех мужчин воевать послали, И осталась ягодка одинокой яблонькой. Муж ее в сражениях был истинным героем, Был наградами не раз, честно, удостоен. Вел в атаку свой отряд на врагов умело, Даже раненым подчас дрался очень смело. Скоро быть к концу войне, думал каждый воин, И надеялся домой возвратиться вскоре. Знать не мог своей судьбы, Наш герой бесстрашный. Рану злую получил в схватке рукопашной, Не смертельную, но все ж острым оказался нож. Возвратился он домой к ягодке своей живой, Со звездой сияющей и раной заживающей. Вот взялась его лечить, Женушка усердно, с надобным ее поить, стала равномерно. В лес соседка ходила, Та ее всему учила, где какую травку взять, как надеял колдовать, Чтобы мужа дорогого снова на ноги поднять. Скоро ягодка сумела изучить все это дело, Колдовать его рожить, зелье с травкой варить, заклинанье говорить. От таких ее забот муженек поправился, Вечерами песни пел и соседям кланялся. В лес с женой гулять ходил, с ней стихами говорил. В том лесу медведи жили, Мирно и спокойно, из леса не выходили, вели себя достойно. Если кто-то подходил, Близко к ним случайно, Мишку встретив, уходил быстро и чрезвычайно. На прогулке наша пара звонко пела по гитару, Нарушала тишину, чаще леса, на лугу, Не желал герой с женою наслаждаться тишиною. И, рискуя головой, Под печальную луной, с песней громкой озорной, Вышел прямо к Мишкам. Смелым был он слишком, А с медведем драться, не в бою сражаться. Главный Мишка был расстроен невоспитанным героем. Поднялся вонись свой рост, Лапой размахнулся и назад вернулся. Стало тихо в тот же миг. Наш герой в кустах затих. Ну а ягодка, Жена, стала в тот же час вдова. Так случается порой, Даже с тем, кто был герой. Очень горькая потеря, Но судить не надо зверя. С тихим плачем и рыданием, Ног не чуя под собой, Переполнена страданием, Шла вдова к себе домой. Не могла она и думать оставаться здесь одной. Мужа скромно схоронила, По канонам той страны. И на родину решила уходить от злой судьбы. Там в родном краю полегче Будет горе пережить. Хоть с соседкой какую По душам поговорить. Долго ей пришлось идти С остановками в пути, Через степи и леса, Где случались чудеса. К ней навстречу выходили Жители лесные. Из реки води цупили Зайчики косые. То лисица, то куница Рядышком вертелись, Словно в тяжкие часы Ей помочь хотели. И казалось, что они С нею говорили, Понимать лесной язык, Ягодку учили. Помогала и она Рано им залечивать, И здоровье после драк Оленям обеспечивать. Скоро стала понимать Голоса зверюшек, И звала с собой гулять Белочек подружек. Так она к родным местам Подошла с рассветом, Смотрит издали, А там ее деревни нету. Все кустами поросло, Не осталось ничего. Посмотрела на пушку, Там увидела избушку. Подошла поближе к ней, До распахнутых дверей. Кто же там сейчас живет? К ней навстречу Вывшим кот. Смотрит желтыми глазами, Шевелит слегка усами. «Здравствуй, гостья!» Говорит и приветливо мурчит. «Проходи, Хозяйкой будешь! Или ты котов не любишь?» Ягодка удивлена, Встретив умного кота. Встреча неожиданна, С таким котом невиданным. Вот она вошла в избушку, Кот за нее следом. Предложил водице Кружку выпить между делом. Осмотрелась ягодка, Все в избушке ладненько. Столик, в печке огонек, Рядом с кашей у горшок. Будет лучше здесь остаться, За хозяйство смело взяться. Мы с таким дружком вдвоем Словно в сказке заживем. Кот с ней рядышком сидит И тихонечко мурчит. «Ах ты, ягодка Ягуша, Ты меня сейчас послушай. Здесь живу я много дней, С дальних прибыл я степей. Называюсь Алексей. Можно просто, Лешка. Я колдун немножко, Научился говорить, Когда нужно ворожить. Вижу я, и ты владеешь волшебством, И не жалеешь, Что наука эта Ведет тебя по свету». Ягодка ему в ответ «Это верно, Спора нет. Я давно уже вдова, Но пока еще жива. Стали жить они вдвоем, В старом домике своем. На рыбалку кот ходил, Рыбу неводом ловил, Ягодка уху варила, За грибами в лес ходила, Со зверями говорила, Познакомилась с лосихой. Ей шептала что-то тихо. Привела ее домой, Предложила жить с собой, Вместе по лесу ходить, Молочко у ней доить. Будет все же легче жить, Чем одной в лесу бродить. Так и жили много лет, Годы не считая, Избежали много бед, Друг другу помогая. Как-то встречал у реки Кот-людей каких-то, Шли чужие мужики С соловейным свистом. Лешка сразу распознал Шайку у них разбойничью, Атамана угадал По лихому прозвищу. Соловей-разбойник к ним Двигался с дружками, От погони уходил Тайными тропами. Лешка-кот домой скорей Прямиком помчался, Чтоб Ягуша рассказать, С кем он повстречался. «Ладно, встретим тех гостей», Ягодка ответила. «Не тревожься, мой дружок, Будет им здесь весело. В печке у меня сейчас Постевает зелье, И оно избавит нас От ихнего веселья». А разбойничьего Тага Пробирается оврагом, И выходит на опушку, Видит старую избушку, На крылечке дремлет кот, Наблюдение ведет. Атаман к нему подходит И такую речь заводит. «Открывай-ка серый дверь, Приглашай к себе гостей, Надо нам передохнуть, Впереди нелегкий путь». Дверь хозяюшка открыла, Проходить гостей просила. Гости в дом борьбой вошли, Осмотрелись, сели, Наконец приют нашли, В дороге три недели. Стол хозяйка накрывает, Всех ухою угощает. Мужики перекусили, О делах заговорили, Рассказали их, где бывали, С чем в степи И кого встречали, Грешным делом промышляли. У богатеньких кувцов Злато отбирали. «Надо им в лесу остаться, И немного отоспаться. Ты не бойся нас, Ягуша, Атамана вот послушай, Ты живешь ведь здесь одна, А вокруг Чищева. Будешь наша ты сестра, Вот клянусь, до гроба. Будем вместе дружно жить, За добычей в степь ходить. Я хочу тебя, как коралю, Польшина нарядить. Будут серьги, жемчуга, Платья и сапожки, Но усталые твои На босые ножки». Атамановые слова Голову вскружили, Душу женскую ее Вмиг заворожили. Началась другая жизнь, Буйная, веселая. Скоро годы пронеслись, Как рычушка горная. У Егуши было все, Что она хотела, Но счастливой стать она Так и не сумела. Без семьи и без детей Не бывает счастья. Вот и старость у дверей, За окном ненастье. Вечной юной Колдовство быть не помогает, Только злому естеству В ней оно рождает. Страшно в зеркало смотреть, Волос стал давно хрипеть. Стали звать ее Ягой, Злою старую коргой. Даже Леший отвернулся, Когда с ней в лесу столкнулся. Было время, Вместе жили, Развлекались и чудили. В ступе весело летали, Матерей с детьми пугали. А сейчас ее друзей Перевоспитал Кощей. Всех служить определил, Про нее совсем забыл. Но не видела Яга, Что придумал Костя. Бармалея пригласил Он приехать в гости. Были с ним они друзьями В солнечной Италии. Вместе ловко Общищали банки И так далее. Мыслил Костя Познакомить Друга старого с Ягой, Чтоб уехал Вместе с нею Бармалея К себе домой. Ведь они Подстать друг другу, Счастье общей найдут. На Сицилии Прекрасной Вместе славно заживут. Он мужчина симпатичный, Одинокий, нетипичный. Ей покажет новый мир. Он ведь там у мафиози Самый главный командир. Надо встретиться мне с ней, Подготовить к встрече, Чтоб она приобрела Свежий вид под вечер. Вот прошло тринадцать дней И приехал Бармалей. Для общения с другом старым Он преодолел немало Разных стран и городов. Был и весел, и здоров. Костя к встрече подготовил Все, что друг его любил. Видно, чары колдовские Помогли бабуле. За ночь годы молодые Полностью вернули. Видит Костя у друзей Загорелись глазки. И теперь ж не нужны Им его подсказки. Бармалей напоминал Мужа ей погибшего. Также замуж предлагал Без смущения лишнего. К вечеру они решили, Что венчаться будут в Риме. Там среди своих друзей Все оформит Бармалей. И еще она узнала, Что зовут его Бертрано. На Сицилии живет, Жизнь веселую ведет. Он вдовец и одинок, Словно юный паренек. Вот и подошел финал Нашего рассказа. Долгий путь пришлось Пройти нашим персонажам. Каждый получил свое, Кто к чему стремился. Даже те, кто сделал зло, Но переменился. Кто меняться не хотел, В край далекий улетел. Пусть в Сицилии гуляет, Каждый день с судьбой играет. Путь назад для них закрыт, Здесь не надобен бандит, Со своей женою Бабой Ягою. Сказка эта старая, И пользы в ней немалые. Вы поверьте мне, друзья, Сказку выдумал не я. Рассказать вот только смог То, что в памяти сберег. Не судите строго Старика чудного.